Фильм «Пираты 20 века», вышедший на экраны в 1980 году, является абсолютным лидером проката среди отечественных фильмов за всю историю советского и российского кинематографа. Пожалуй, одной из самых неожиданных и выигрышных сторон этого фильма стала темой сюжета «Нападение пиратов на советское торговое судно». Для большинства советских зрителей тема пиратства ассоциировалась с чем-то далеким и ушедшим в прошлое – флебуссиерами, галеонами, груженными золотом, развивающимся на матче веселым Роджером, сокровищами Флинта. О современном пиратстве в тот период не было практически никакой информации. В большой советской энциклопедии этой теме было посвящено всего лишь несколько строк, в которых говорилось, что в 60-70-х годах случаи пиратства против небольших торговых и рыболовецких судов участились в Южно-Китайском, Андаманском, Филиппинском и других морях. Исторически пиратство появилось одновременно с развитием мореплавания и с тех пор существовало всегда, затихая или вновь возрождаясь в разное время в различных районах Мирового океана. Не исчезло оно и во второй половине прошлого столетия. Захватывались и советские корабли, но известные на тот момент случаи можно отнести к так называемому государственному пиратству. Наиболее известной историей является захват ченкайшистами в июне 1954 года советского танкера Туапсе во время транспортировки в Китай авиационного керосина. На основе этой истории впоследствии был снят художественный фильм «ЧП. Чрезвычайное происшествие». О криминальном пиратстве и нападении на советские корабли большинство жителей страны Советов в то время и слыхом не слыхивали. А вот мнение Семашко Алексея, бывшего капитан директора плавбазы Алексей Чуев, отдавшего морю в общей сложности 40 лет и знакомого с этой темой не понаслышке. Во времена Советского Союза флот рыбодобывающий и торговый был государственной собственностью, а капитан судна – представителем государства. Если говорить о Советском Союзе, то свою собственность государство охраняло на всех морях и океанах. У нас в Индийском океане была мощнейшая группировка – 80 кораблей. Все западное побережье Африки контролировалось нашими боевыми кораблями. В 1974 году, когда я ходил в кругосветку с курсантами Даль Рыбфтуза на учебно-производственном судне «Квадрант», у меня была карта с указанием дислокации наших боевых кораблей на протяжении всего моего маршрута. И я знал, если с нами что-то случится, мне достаточно дать в эфир специальный кодированный сигнал на определенной частоте, и помощь придет незамедлительно. Я даже проходил инструктаж, как действовать в случае нападения пиратов. В тот период иностранные государства боялись и уважали СССР. Со мной был такой случай. Прохожу я на квадранте пролив 9 градуса, самый опасный по тем временам район. Тогда много писали о пиратах мадам Бонг, так это как раз там. Шли мы ночью при погашенных огнях. Помощник мне докладывает, нас догоняют две быстроходные цели. Это были пираты. Они нас догнали, осветили прожекторами трубу, а на трубе красный флаг и с двух сторон серп и молот. Пираты тут же развернулись и скрылись в темноте. На советские суда боялись нападать. В Советском Союзе единственное нападение было в районе восточного побережья Африки на гражданский корабль таллиннского пароходства. Корабль стоял на рейде. Капитан по трансляции напрямую обратился к властям. Нападение на советское судно. Очевидно, нападают пираты. Снимаюсь с якоря, выхожу в море. Он поднял якорь и вышел в море. Когда власти подошли на катерик к советскому судну, около него плавали 12 трупов. Вот так моряки оборонялись ломами и кипятком. Пираты, зная, что советские моряки не сдают свои суда, никогда не нападали на нас. Хотя мы имели информацию, что в районе Индонезийского архипелага, в районе Малой Азии, нападения происходили и происходят регулярно на суда других государств. Даже в районе Южной Америки ребята баловались. Но нас боялись. Повторяю, суда были государственной собственностью, а не каких-то фирм и компаний-однодневок. Советские военные корабли, находящиеся в морях и океанах, кроме выполнения поставленных боевых задач, вели борьбу с пиратством. Пожалуй, впервые советский флот продемонстрировал пиратам свои мускулы в марте 1969 года у берегов африканского государства Ганна. Дело в том, что в 1966 году в стране произошел военный переворот, и новые власти пошли на конфронтацию с Советским Союзом, у которого с прежним правительством были заключены договоры об экономическом сотрудничестве. В том числе советская сторона занималась рыбным промыслом в водах этого государства и обучали местных рыбаков. В октябре 1968 года военные захватили в Ганнском заливе два советских рыболовных траулера «Холод и ветер» под предлогом нарушения ими границ этой страны. Моряков бросили в тюрьму. Дипломатия и санкции не помогали. И тогда, в феврале 1969 года, к африканским берегам прибыл отряд 5-й эскадры ВМФ СССР в составе больших ракетных кораблей «Неуловимый» и «Бойкий» подводной лодки Б-26 «Ярославский комсомолец» и судно снабжения «Алекма». Прибыв на место и встав на рейд, советские корабли стали недвусмысленно готовиться к ракетной атаке. Два ракетоносца, имевшие на борту 16 противокорабельных ракет «Щука» с 320 килограммами взрывчатого вещества каждая, запросто могли утопить весь невеликий флот Ганны. Да и по сухопутным объектам эти ракеты могли работать. В общем, советских моряков, отсидевших полгода в ужасных условиях портовой тюрьмы, сразу же отпустили, вернули и сюда. Не отдавали поначалу только капитанов, стараясь поторговаться. Советская сторона была непреклонной, и боевые корабли иногда начинали демонстрировать подготовку к пуску ракет. 19 марта были отпущены последние пленники. Отряд кораблей с вызволенными соотечественниками вернулся на родину. Во время переворота в Чили в 1973 году в Сантьяго 13 человек команды научно-исследовательского поискового судна «Эклиптика» были схвачены, избиты и отвезены в песчаный карьер, где была имитирована процедура их расстрела. Потом их доставили в одну из организованных на судах плавучих тюрем, где их постоянно подвергали избиениям. Тогда советское руководство через дипломатические каналы третьих стран предупредили, что при отказе освободить наших моряков, в ответ будут арестованы все чилийские суда в портах СССР и стран Варшавского договора. А в случае, если и это не поможет, советский военный флот в порядке дозволенных международным правом репрессалей начнет захватывать суда под чилийским флагом, где бы они ему не попались. Вскоре команда «Эклиптики» была освобождена. Все эти случаи, кроме рассказа «Семашка», можно отнести к так называемому государственному пиратству. Малакский пролив, соединяющий Андаманское море с Южно-Китайским морем, часто называют улицей пиратов. Особенно опасен район, где пролив резко сужается, стесненный множеством островов и островков, главного прибежища малакских разбойников. Утверждается, что в 70-х годах, после нападения пиратов, в Малакском проливе на Советские суда, ВМФ СССР провел спецоперацию. Один из больших десантных кораблей закамуфлировали под сухогруз, разместили на нем морских пехотинцев и отправили в пролив. Параллельно, по дипломатическим каналам и торговым представительствам была запущена информация, «Мол, данное судно для фармацевтических целей везет 5 тонн индийского опиес-сырца». В районе Малакского пролива, когда корабль шел между многочисленными островами, на него вдруг со всех сторон ринулись катера с вооруженными людьми. Их встретили морпехи огнем из стрелкового оружия и гранатометов. Потерь военные моряки не имели, а вот пиратов полегло немало. С учетом подобных факторов, пираты 20 века предпочитали обходить суда под советским флагом стороной. Одно дело нападать на суда частных компаний, и другое, когда все это принадлежит и защищается государством. Информации о криминальном пиратстве в отношении кораблей Советского Союза до начала 80-х годов практически нет. В открытых источниках в настоящее время известно лишь о нескольких случаях нападения на суда, следовавших под советским флагом после 1985 года. Связано ли это с тем, что в эпоху перестройки подобная информация стала более доступной, или с тем, что активность советского ВМФ в тот период существенно снизилась, в связи с политикой Горбачевского правительства можно только догадываться. За вторую половину 80-х годов в одном только Малакском проливе на корабли СССР было совершено 6 нападений. Нападение на Высокогорск в 1986 году, нападение на Слуцк в 1987, сразу три нападения в 1988 и еще одно в 1989 году. Слабость Горбачевского правительства по этому вопросу подтверждает последний случай захвата пиратами судна, ходившего под флагом СССР. Произошло это в 1990 году. Траулер «Каф» стал одной из первых жертв только-только нарождающихся сомалийских пиратов. В рамках нового мышления в Москве посчитали расходы на посылку военных кораблей слишком затратными и решили вопрос выплаты выкупа в сумме 250 тысяч долларов. Через две недели судно и команда были освобождены. Отметим, что выкуп заложников, захваченных пиратами, в настоящее время стал обыденным делом. Вот что по этому поводу говорит издатель интернет-ресурса «Морской бюллетень» Михаил Войтенко. Все это происходит регулярно, годами и до сих пор, постучив по дереву, заканчивалось освобождение. Все это делается по наработанной схеме. Захват, а затем переговоры, как правило, с судовладельцем. Обычно судовладелец платит пиратам выкуп и людей освобождает. На это уходит 2-3 недели, от силы месяц. Но тут уже все зависит как от судовладельца, так и от конкретной банды, в лапы которой попали люди. Без сомнения, подобный исход вполне устраивает пиратов и стимулирует их на дальнейшие действия. Тем более, что для многих из них пиратство является единственным источником дохода. Платить или не платить выкуп – вопрос сложный, и рассуждать об этом, сидя на диване, легко. С точки зрения заложников и их родственников, это действительно лучший вариант. Если государство или судовладелец не в состоянии обеспечить безопасность, то пусть они и платят. Но с другой стороны, все это способствует увеличению количества пиратских банк. У них никогда не будет недостатка в рекрутах, желающих заработать подобным способом, несмотря на суровые наказания в случае поимки. А что вы думаете по этому поводу? Напишите свое мнение. В заключении хочется добавить, что по данным экспертов Международного морского бюро, в 2018 году пираты совершили 201 нападение на морские суда, а годом ранее – 180. Только в Винейском заливе в 2018 году произошло 6 случаев угона судов, 13 случаев обстрела судов, похищения 130 заложников. А у меня на этом все. Спасибо всем, кто досмотрел это видео до конца. Оцените его, оставляйте свои комментарии и подписывайтесь на канал, если вы этого еще не сделали. Всем до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok